МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимает прошлое по-своему. В эфире Суд Времени. В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы. Их связь с настоящим. У вас, нашей телевизионной аудитории, также будет возможность высказаться, то есть проголосовать. Такая же возможность будет у сидящих в зале. Тема наших сегодняшних слушаний. Бен Ладен. Террорист номер один или пешка в большой игре. У нас Усамы Бен Ладен не пользуется такой мрачной славой, как в Соединенных Штатах, где был теракт 11 сентября. Планы Бен Ладена, как о них пишут, действительно отдают фантастикой. Создать объединенное исламское государство. Включить в него около 50 стран Африки, Азии и Европы. В том числе Албанию, Боснию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан. Потом расшириться на север, на Южную Америку, в Австралию, в Гренландию. Северный Кавказ также не обойден его вниманием. Все это сделать к 2100 году. Мы запускаем голосование нашей телевизионной аудитории. Повторяю вопрос. Бен Ладен. Террорист номер один или пешка в большой игре? Номера телефона вы видите на своих экранах. Обвинитель на процессе. Писатель Леонид Млечин. Защитник на процессе. Политолог. Президент Международного общественного фонда. Экспериментальный творческий центр. Сергей Кургинян. Сейчас прошу вывести на экран материалы по делу. 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке был совершен самый громкий теракт в истории человечества. Два захваченных самолета врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра. Кадры с летящим прямо в небоскреб авиалайнером с людьми на борту 24 часа в сутки показывали все телеканалы мира. А еще через несколько дней мировая история поменяла свой ход. Власти США назвали организатора кровавой трагедии. Усама Бен Ладен. Сегодня многие эксперты говорят о том, что Бен Ладен это наследие холодной войны. Что его создали сами американцы. Во время войны в Афганистане при поддержке властей США он формировал отряды маджахедов для борьбы с советскими войсками. А спустя всего несколько лет после окончания боевых действий террорист номер один тем же оружием атаковал американские посольства в Кении и Танзании. Сегодня его обвиняют в финансировании исламского сопротивления в Боснии и Герцеговине, Албании, Узбекистане и на Северном Кавказе. Усама Бен Ладен стал олицетворением всемирного зла и международного терроризма. Многие эксперты не без удивления отмечают, что за долгие годы розыска американским спецслужбам не удалось не только найти и уничтожить террориста номер один, но даже внедриться в Аль-Каиду, главное детище Бен Ладена. Сегодня нередко выдвигаются версии о том, что террорист всего лишь пешка в чьих-то руках. Но кто тогда бросает вызов всему миру? Или все же Бен Ладен действительно самостоятельная фигура, безумный фанатик, мечтающий о воссоздании исламского халифата? До начала прения у меня вопрос к Млечину и Кургиняну. В чем актуальность этой темы? Прошу вас, коротко, вроде бы очевидная тема, но тем не менее актуализируйте ее. Мы с Асамой Бен Ладеном ровесники, оба 57-го года. Я вас поздравляю, Леонид Михайлович. Только я по гороскопу близнец, а он рак. В гороскопе у раков написано, что они ужасно любят детей. В общем, похоже на правду, у него много жен и много детей. Беда состоит в том, что он любит своих детей, но ненавидит чужих и уничтожает. Вот это между нами такая маленькая разница. А Асамой Бен Ладен, может быть, самый удачливый террорист последнего времени. И поэтому возникает, и это понятное ощущение, недоверие. Да неужели один человек способен такое сделать? И хочется подумать, наверное, за ним кто-то стоит, кто-то влиятельный, кто-то могущественный. Ну разве одного человека это под силу? Во-первых, мы все любим детективы, и мы склонны к поиску таких интриг. Во-вторых, у нас работает инстинктивный антимериканизм, очень распространенный в нашем обществе. Мы почти везде ищем руку американцев и часто находим, даже там, где у них нет, не такие уж они длинные, не надо преувеличивать их могущество. А Асамой Бен Ладен не единственный террорист такого свойства, их довольно много. Он преуспел по нескольким причинам. Первое, это особый случай, он сын миллиардера и сам владелец огромного состояния. Во-вторых, случай или история предоставил в его распоряжение целое государство, вернее, то, что раньше было государством. Афганистан, который в статье апрельской революции, ввода советских войск и гражданской войны перестал быть государством, на этой территории развелось огромное количество бандитов. В-третьих, в его распоряжении оказался потрясающий отряд профессионалов-террористов. Это те, кто в Афганистане вел войну против советской армии. И в-четвертых, он поймал волну вот этого вот радикализма, который поднялся в исламском мире. Радикализм, ненавидящий и Америку, и Россию. Америку больше, плюс считает врагом номер один. Мы следующие. Спасибо. Сергей Иванович, прошу вас. Никогда в жизни не думал, что я окажусь в роли защитника Бан Ладена. Бан Ладен – это абсолютно адская фигура, так сказать, фигура черная и угрожающая действительно отнюдь не только Америке, но еще очень и очень многим. Это террорист, человек, так сказать, который несет с собой зло. Но весь вопрос не в этом, весь вопрос совершенно в другом. Мы перестаем понимать мир, в котором живем. Вот говорят, теория заговора, демонизация теории заговора в Америке везде отпала. Когда эти башни рухнули, и оказалось, что заговор-то он есть. Он реально существует. Мир реально непрозрачен. Под ковром реально идут огромные интриги. Я даже не говорю, что Бан Ладен – это картотека Соединенных Штатов Америки. Это очевидно. Бывает, что картотека потом переходит на другую сторону. Я просто говорю о том, что этим миром движут достаточно сильные и достаточно зловещие силы, которые, между прочим, хотят отнять у нас современность, гуманизм и очень многое другое. И пока мы не поймем, как эти силы устроены, мы будем абсолютно беспомощны против них. И они придут к нам. И они уже приходят к нам. И наша задача – понять по-настоящему, что это такое. Мы не должны обольщаться простотой. Бан Ладен – это не Бан Ладен. Это человек, за спиной которого стоит очень и очень многое. Спасибо. Сейчас короткий перерыв, после которого мы приступим к слушаниям. В эфире «Суд времени». Мы начинаем наше слушание по теме «Бен Ладен – террорист номер один» или «Пешка в большой игре». Первый вопрос сторонам. Бен Ладен – порождение радикального ислама или международный спецпроект? Пожалуйста, сторона обвинения. Леонид Михайлович, вам слово. Тезис – свидетель. Благодарю вас. Если можно, я бы хотел побеседовать со свидетелем Евгением Яновичем Сатановским, президент Института Ближнего Востока. Это, Евгений Янович, важный вопрос. Он выходит за рамки даже нашего обсуждения. Итак, Бен Ладен – это самостоятельная фигура, такой успешный и удачливый террорист? Или все-таки на самом деле за ним стоит кто-то, и мы предполагаем, кто это? И это сознательная провокация. Во-первых, это, безусловно, не Кургинян. Во-вторых, адвокатура Бен Ладена хотелось бы защитить адвоката. Во-вторых, кто сказал, что пешка не проходит в ферзи? Замечательная фраза. Он пешка, за ним стоит кто-то. Вы знаете, мы знаем, таких пешек много. Сталин был пешкой. Только что потом стало с теми, кто стоял за ним? Мау был пешкой. Ким Ир Сен был пешкой для Сталина. И Сталина нет. А вот Ким и почему-то правят Кореей. Когда вы неудачно подбираете инструменты вашей политики, вы можете найти ферзя там, где его не ждали. И сегодня международный проект, революционный проект глобальной исламской революции, это во многом Бен Ладен и те, кто пошел за ним. Это пошло в масс-медиа, это пошло в виртуальное пространство, в интернет. Это теперь больше бренд. Его можно убить, действительно ничего не изменится. Он создал ситуацию. И сегодня это уже и не пешка, и уже давно пора забыть о том, что когда-то были какие-то хозяева. Да нет сегодня таких хозяев. 11 сентября те, кто думал, что они хозяева Бен Ладена, получили свое. И с тех пор Америка не выиграла войны, в том числе и против Аль-Каида. А был все-таки пешкой, вы полагаете, или не был? Полагался пешкой. И не только он один. Когда создавали Аль-Каиду, ну, конечно, это был инструмент добрые верующие мусульмане против безбожного Советского Союза. Добрые, замечательные люди, которым можно было давать стингер. А Бен Ладен взял все, что ему давали. Использовал организацию, которую создали. С удовольствием использовал деньги, технологии, военные технологии. Я скажу сейчас очень грубую и политически некорректную вещь. Был такой принцип белого человека времен Киплинга. Не надо учить туземцев стрелять из мушкетов. Плохо кончится. Ну, мушкеты оказались стингерами. Кончилось очень плохо. Он когда-нибудь исполнил... Спасибо, спасибо. Я прошу прощения, Ленка. Время истекло. Хорошо, благодарю. Сторона защиты прошла. Сергей Иванович, можете задать вопрос свидетелю оппонирующей стороны. Ну, прежде всего, мы установили, что было или полагался пешкой, да? А теперь у меня такой вопрос. Скажите, а вы, в принципе, знаете, что бывших не бывает? Это красивая фраза. Хотел бы я, чтобы... Это принцип вербовки. Это принцип вербовки, верно. Только в тот момент, когда Троцкому ледорубам кончали жизнь в Мексике, он ох, как хорошо понял, что бывший маленький администратор, которого он упустил из рук, ох, какой он бывший. И так бывает всегда. Поверьте мне, Сергей Иванович, я не знаю насчет принципов вербовки, хотя, ну, наверное, вера в то, что бывших не бывает, спасает. Бывшие, они всегда бывшие. И они делают все возможное, чтобы быть бывшими. Это то, на чем японцы, вы, человек, занимающийся восточной культурой, помните, Ронинов, самурай без хозяина, самурай, который зарежет любого, в том числе и своего бывшего хозяина, и сделает это с огромным удовольствием. И Бен Ладен таков. Скажите, пожалуйста, вот такие бывшие движутся в пределах определенной системы, или они ломают системы? Да у нас такими бывшими являются все президенты бывших союзных республик, которые все бывшие в одной системе. Ну, как говорила леди Макбет, у Тана Фаевского была жена. Где она теперь? Вот Борис Николаевич Ельцин, мир праху его, создавая СНГ, думал, что бывшие будут работать в рамках системы. Вот только бывшие думали как-то иначе. И каждый создал свою систему, и поди теперь с этими системами справся. И что, так сказать, Бен Ладен, он не перепрыгнул в другую систему, он просто создал свою. Любая система создается на чем-то, выходит из чего-то. Бен Ладен использовал тот короткий промежуток времени, когда радикальный ислам в борьбе против Советского Союза совпадал в своих интересах с американскими геополитическими традициями. Что называется, в Америке были свои террористы, у нас свои. Мы сделали свои глупости, они свои. И каждый встретился потом со своим террористом на поле боя. Скажите, пожалуйста, а элиты, они тоже не существуют? Вот Бен Ладен входит в саудовско-аравийскую элиту. Феномен элиты существует? Завершается время. Может позволить себе несистемное помещение? Бен Ладен член заблудшей секты. И задача Бен Ладена после Америки как раз добить саудовскую элиту и занять ее место в первую очередь. Занять место лидеров исламского мира. Можно ли добить элиту? А время и стекло. Как бы руками маргинала. А только маргиналы элиту и добивают. А с помощью кого? Спасибо, господа. Спасибо, время и стекло. Сергей Иванович, прошу вас. Ваше слово, ваш тезис, ваш свидетель. Я только хочу напомнить, что вопрос был задан. Бен Ладен порождение радикального исламского общества или международный спецпроект? Это ужасно тонкий вопрос. Я вспоминаю стихотворение Маяковского. Этот вихрь от мыслей до курка из орницы и пожаров дым прибирала партия к рукам. Значит, вопрос заключается в том, кто управляет этой энергией, а не в том, что этой энергии нет. Прошу вывести на экран доказательство номер 4. Прошу вас доказательство защиты на экран. Из книги журналиста-международника Ахмеда Рашида «Талибан». Когда Бен Ладен решил присоединиться к джихаду, его семья горячо поддержала такое решение. В 1980 году он привез с собой инженеров-строителей и тяжелую строительную технику, чтобы строить дороги и склады для маджахедов. В 1986 году он помогал строить подземный город в районе Хоста, высоко в горах, неподалеку от пакистанской границы, где на деньги ЦРУ сооружался большой склад оружия, тренировочный лагерь и госпиталь для маджахедов. Когда надо было бороться с русскими атеистами, саудовцы назвали меня своим представителем в Афганистане, рассказывал Бен Ладен позднее. Я обосновался в Пакистане, в районе афганской границы. Я основал свой первый лагерь, там пакистанские и американские офицеры обучали добровольцев. Оружие давали американцы, деньги – саудовцы. Я хотел бы теперь передать слово Леониду Григорьевичу Ивашову, президенту Академии геополитических наук, на мой из самых ярких военных интеллектуалов России. Я бы не говорил, что это международный проект Усама Бен Ладен и Аль-Каида. Это проект Соединенных Штатов Америки в союзе со спецслужбами Саудовской Аравии и Объединенным разведывательным управлением Пакистана. Это доказано уже. Во-вторых, почему Бен Ладен и Аль-Каида – это, знаете, инструмент американского глобализма, американской политики. В 2000-й год принимается стратегия национальной безопасности США на 21-е столетие. Это важнейший документ, определяющий политику и стратегию США. И там, по сути дела, провозглашается однополярный мир, мир Америки, и ставится формула мирового господства. Я цитирую, «обеспечить безопасный доступ к ключевым районам мира, стратегическим коммуникациям и глобальным ресурсам». И вот американцам нужно было принятую, одобренную, утвержденную Конгрессом, реализовывать вот эту стратегию однополярности. Просто поступить, как поступили с Югославией, было сложно. И американское общество было разделено, и Европа отказалась бы в очередной авантюре участвовать. И поэтому нужен был такой предметный, мощный повод, чтобы консолидировать и международное сообщество, и европейское. И поэтому был избран Усамы бен Ладен. Прошу вас, Владимир Михайлович, ваш вопрос к свидетелю защиты. Если можно, сначала короткий вопрос, уточняющий ваше предыдущее высказание. Вы полагаете, что Асама бен Ладен, американский, саудовский и пакистанский агент, и теракты, убийства огромного числа людей, что стало результатом взрыва в Нью-Йорке, это он выполнял указания американской разведки. Нет, он не мог вообще, такая примитивная организация не могла осуществить операцию, где по данным американских специалистов и бывшего министра обороны ФРГ, он книгу даже издал, необходимо было осуществить проникновение в 30-е государственные службы. То есть это даже не Асамбед Ладен, а вы полагаете, что это американцы сами себя взорвали, правильно я понимаю? Здесь я с этим тоже не соглашусь, не соглашусь. А кто же это сделал-то, Лен? Во-первых, мы знаем, что не каждый президент управляет Америкой. Есть силы более мощные. Некая тайная организация, которая знает... Ну, я бы сказал, даже силы такого, может быть, интернационального характера, который... Более мощные силы, которые знает только его, а мы не знаем. Которые определяют политику. То есть вы полагаете, что агенты... Но это не значит захватить самолеты, спланировать, чтобы 32 службы ничего не заметили. Благодарю вас. Леонид Григорьевич, имеет ли на ваш взгляд или нет, что важно какое-нибудь отношение к радикальному исламу? Да, безусловно, имеет. И, кстати, Аль-Каида, что и заботит американских специалистов, что в Аль-Каиду проникают неподконтрольные радикальные мусульмане. Спасибо. Короткий перерыв, после которого мы продолжаем наши слушания. В эфире Суд Времени. Продолжаем наши слушания. В центре нашего внимания Бен Ладен. Вопрос к сторонам. Талибан, боевой авангард ислама или искусственная конструкция? Пожалуйста, сторона защиты. Сергей Ирвандович, вам слово первому. Начнем с того, что, конечно, все происходит гораздо сложнее. По данному вопросу у нас есть некоторые заявления, которые достаточно авторитетные и которые не являются ни ангажированными мифами оппозиции, да, ни какой-то такой дешевой конспирологии. Пожалуйста, доказательство номер 8. Доказательство защиты, пожалуйста, на экран. Из книги Йозефа Бадански. Талибы, международный терроризм и человек, объявивший войну Америке. Бывший министр внутренних дел Пакистана Насирула Бабар признавался осенью 1998 года, что Талибан был организован под его руководством в 1994 году. В конце 1994-го, начале 1995-го года, межведомственная разведка начала оказывать Талибану широкую помощь. Включая новые автоматы Калашникова, большое количество амуниции, военное обучение, материально-техническое обеспечение. Теперь доказательство номер 6, пожалуйста. Чтобы не было ощущения, что это вот выражение ислама. Следующее доказательство. Это выражение ислама, ибо тогда мы демонизируем мировую религию. Пожалуйста. Цитата шейха Ибн База, одного из самых авторитетных исламских ученых. Мое наставление Аль-Масари и Аль-Фахихи, Бен-Ладену и всем, кто выбрал их путь, чтобы они оставили этот пагубный путь, чтобы убоялись Аллаха и остерегались его гнева, чтобы вернулись к верному руководству и покаялись за то, что совершили. А теперь я хочу обратить внимание на то, что это такая, настолько спецслужбистская, закрытая все время тема, и настолько нужно в ней опираться не на дешевую конспирологию, но на материалы, что эти материалы на вес золота. И один такой материал существует. Это раскрытые архивы сетей Гладио и других. И вот в этих архивах сказано, что действительно кто-то убивал большое количество итальянских людей. Называлась стратегия напряженности. Оказалось, что это определенная элита спецслужб Италии. Это уже окончательный исторический вывод, подтвержденный открытыми архивными материалами. А теперь я бы хотел спросить Раджаба Сатаровича Сафарова, генерального директора Центра изучения современного Ирана. Вот это вот ощущение. Специфический радикализм плюс спецслужбы. Оно для вас существует? Вы знаете, я полагаю, что никакого отношения к светскому нормальному исламу движений Талибан не имеет. Поскольку и тем более не является господин Сатановский боевым авангардом ислама Талибан. Поэтому я полагаю, что в данном случае имеется сговор, мировой сговор в лице трех китов. Соединенных Штатов, Саудовской Аравии и Израиля. И это конгломерат вот этих государств практически претендовали на новый передел мироустройства. А Пакистан? Время и стекло, к сожалению, господа. А Пакистан? Я прошу прощения, вместо Израиля я хотел бы назвать Пакистан. Спасибо. Прошу вас, Матер Михайлович, вашу возможность задать вопрос свидетелю защиты. Давайте мы все-таки вернемся к истории создания Талибана. Талибы, и вы, надеюсь, согласитесь со мной, это дети беженцев из Афганистана, оказавшиеся на территории Пакистана. Беженцев было очень много, больше миллионов. Это их дети, неграмотные, которые ничего не учились. Кроме немножко их учили Коран, очень чуть-чуть. Потом их стали вооружать, это правда. Пакистанские спецслужбы вооружали их для того, чтобы они противостояли советским войскам. И, главным образом, для другого. Если говорить о Пакистане, мы понимаем, что интересует Пакистан, и только одно. Это противостояние с Индией. Эти два государства всю свою историю с момента разделения Британской Индии враждуют друг с другом. И ничего другой их не интересует. Единственное, что нужно Пакистану, это превратить Афганистан в союзника против Индии. И все движение Талибан было действительно поддержано пакистанцами для того, чтобы они взяли власть в Афганистане и создавали другой фланг атаки на Индию. В чем заключается ваш вопрос? Вопрос. Вы согласны с этим или нет? Или вы в самом деле будете говорить, что Талибов создали американцы, и это их проект для завоевания чего? Я совершенно уверен, что студенты, так называемые Талибы, они вовсе не были безграмотными. Ну да, они после ничего не учились. Они были активные, продвинутые студенты, которые учились в Пакистане. И это было придумано для того, чтобы на самом деле создать некую структуру после военного, после ухода Советского Союза из Афганистана, неминуемые спецслужбы Соединенных Штатов и других стран, пришли к такому выводу, будет между усобицем, между Северным Мошним Альянсом во главе с Ахмадшахом Масудой и Бурханедином Рабани. Не преувеличивать способности аналитических центрального разведывательного управления с их матьяром и так далее и тому подобное. Не преувеличивать способности. И для того, чтобы политическим чистильщикам объявить и создать, придумали Талибан. Это одно. Потом Пакистан максимально выжил из политической и геополитической ситуации то, что мог. Готов был помочь в борьбе Соединенных Штатов, Саудской Аравии, Советским Союзом в Афганистане, помогая максимальным аджахедам, взамен для того, чтобы иметь ядерную бомбу для противостояния с Индией. И это главная задача была Пакистана. Согласен с вами. И это детище Пакистана. Давайте мы с вами еще скажем про Талибов, что Талибы это в первую очередь пуштуны. И это пуштун в Али, кодекс пуштуны. Это даже еще более важное, что определяет Талибы. И Талибы поэтому пришли к власти в Афганистане, потому что они представляют там большинство. Прошу вас, 20 секунд даю. Не забывайте, что Талибан для многих нормальных исламских государств и исламской идеологии является самым главным компрометирующим исламской модели управления. Такие страны, как Иран и многие другие государства просто ненавидят Талибан, поскольку они в мировом общественном сооружении. Спасибо, спасибо, спасибо. Я хотел бы здесь сделать замечание и на всю будущую нашу дискуссию на эту тему оно распространится. Если Талибы молятся по законам ислама и читают Коран, это ни в коем случае не бросает тень на эту великую мировую религию. Разумеется. Никоим образом. Эти слова ни разу здесь не звучат. Несомненно. Я просто вступился за Талибов, потому что они считают себя очень набожными. Хорошо, прошу вас, Леонид Михайлович, ваш тезис, ваш свидетель. Если вы позволите, я продолжу допрос Евгения Сатановского. Давайте мы с вами поговорим про Талибов, которые один раз взяли власть в Афганистане, а теперь, когда американцы уйдут, видимо, второй раз возьмут власть в Афганистане, и нам придется с ними иметь дело. Поэтому довольно важно для нас, для нашей страны понимать, кто эти люди. Ну так давайте, кто они? Или может кто-то в самом деле управляет? Ну, давайте говорить о том, что, безусловно, мусульмане не все террористы, и абсолютное большинство мусульман не террористы. Только вот те террористы, о которых мы говорим сегодня, по всему миру, в основном, в абсолютном и подавляющем, почему-то исповедуют ислам. Мы говорим о том, что ислам, который не есть только религия, но есть цивилизация, в рамках которой живут миллионы, сотни миллионов людей, переживает период революционный. Мы говорим о том, что в рамках этой революции оружие угнетенных масс против собственного государства, а заодно и против всех остальных, если нет реактивных самолетов, это терроризм. Как было у нас, в нашей стране, 100 и 150 лет назад. Талибы в Афганистане к власти пришли, потому что нынешнему президенту Афганистана, плейбою, мистеру 10%, человеку, платившему на каждом блокпосте за свои траки, которые ездили с грузами из Пакистана в Иран, из Пакистана в Центральную Азию, надоело платить маджахедам. И именно тогда, в годы, когда Беназир Пхутта была президентом, а потом Навас Шариф, когда он возглавлял Пакистан, лидеры Пакистана реализовали этот проект, который для них казался простым инструментом управления этой территорией. А потом феномен Франкенштейна. И сегодня, кстати говоря, талибы, это уже не только пуштуны. Сегодня есть пенджабские талибы, этнически не пуштуны, которые от талибов пуштунских набрались много чего. Это они взрывают лахор. Это они атакуют ядерные арсеналы Пакистана и военные центры, включая разведку. Сегодня есть, извините, талибанизация африканского Сахеля. Посмотрите на самолеты, которые летят в Бамако, в Мали, набитые людьми в так называемых афганках. Сегодня это распространилось. Но не потому, что есть заговор, не потому, что есть инструмент, которым управляет мировая закулиса. Время завершено, Евгений Антон. Завершайте теннис. Глобализация терроризма пошла. Талибанизация исламистского терроризма по всему миру, в том числе и в Центральной Азии, в том числе и на Кавказе. И это безумная опасность. Спасибо. Благодарю. Сергей Иванович, прошу вас. Ваш вопрос свидетель. Существует гигантский спрос сейчас в обществе, вот в российском особенно, на понимание, на сложные вещи. И мне кажется, что этот спрос рано или поздно будет удовлетворен или дешевой и очень опасной конспирологией, либо настоящим знанием. Поэтому давайте все-таки попытаемся с вами выяснить, как именно устроена эта система. Вот Бабар, Гюль, и может быть вы назовете третьего отца основателя, так сказать, талибов, который не имеет отношения к Пакистану. Вот эти трое людей и нарколаборатории по северной границе Пакистана, это сказка или это абсолютно профессиональная достоверная информация? Банк BCCI, это сказка конспирологов или это факт, который разбирался? Я буду называть эти дальше факты десятками. Как устроена система? Не говорите мне о том, что барахтается какой-то там Бен Ладен и на весь мир наводит ужас. Ужас на мир может наводить только система. Что это за система? Внутренняя структура, узлы, как она построена? Что такое героиновые лаборатории, на которой снабжалась война в Афганистане? Что такое, так сказать, Тед Шекли и передача этих полномочий дальше Бабару, Гюлю и другим? Как это устроено? Что такое BCCI? Вы можете что-нибудь на это ответить? Понятно. Давайте расскажите мне устройство мира за 30 секунд. Желательно сделайте это подробно и, пожалуйста, в деталях. Это великолепная и чрезвычайно важная часть игры. Это 95-98% героинов. Каковы на сегодняшний день обороты наркосистемы? Время завершено, поэтому развернутый ответ уже исключается. Безусловно, он и так был исключен по определению, поскольку вопрос занял все время ответа. Вы знаете, цифры, что называется, стоял бы, наверное, Бен Ладен, он бы вам точно данные дал. Это триллион долларов в год. Ну, понятно. Значит, о триллионе пока не говорим. О триллионе пока не говорим. Бюджет Аль-Каиды, чтобы вам было все-таки спокойней. На сегодня в рамках афгано-пакистанского проекта порядка 50, не 500, не 5 миллиардов, 50 миллионов долларов в год. Миллионов? Миллионов? Аль-Каиды. Выведено по всему миру на самофинансирование. И поэтому каждая из ячеек Аль-Каида-Магриба, движение Аш-Шабаб в Сомали, должно теперь, и слава богу, у нас там, кто бегает по Чечне и Дагестану, должны находить деньги на местах. И сцентра не получат. Спасибо. После небольшого перерыва мы продолжим наши слушания. Спасибо. В эфире Суд Времени. Продолжаем слушание по теме Бен Ладен. Террорист номер один или пешка в большой игре? Вопрос к сторонам. Аль-Каида. Конфликт с западной и восточной цивилизацией или инструмент переустройства мира? Пожалуйста, сторона защиты. Сергей Романович. Частично мы этой темы уже коснулись. Я не скобил. Просто совсем не спорю, что в этом жанре очень трудно говорить о чем-то сложном. Я здесь согласен с Сатановским. Но трудно не значит невозможно. Наркотрафики никогда не существуют без оружейных поставок. Это в принципе невозможно. Оружейная мафия и наркомафия действуют вместе. Эти консорциумы, нарко-террористическо-оружейные консорциумы с существенным спецслужбистским присутствием. Ибо такой бизнес, где спецслужб не существует, элитная группа составляет систему. Работает эта система. Это общепризнанное слово «система». И теперь я хотел бы, чтобы Михаил Юрьевич Крысин, кандидат исторических наук, член общества изучения истории отечественных спецслужб, опроверг или подтвердил именно мою позицию. Не исламская цивилизация, а система. Конфликт цивилизации здесь ни при чем. Хотя я признаю, что есть и социальные, и глобально-политические причины возникновения аль-Каиды. Я бы хотел начать с другого. Что такое аль-Каиды? Что мы подразумеваем под этим понятием? Это переводится как основа, я думаю, знают все востоковеды здесь присутствующие. Основа – другой вариант перевода базы данных. Ведь Усама Бин Ладен заведовал базой данных по зарубежным наемникам, которые воевали в Афганистане в 80-е годы. И, собственно говоря, именно на этой базе данных он и заработал свой, так сказать, политический капитал, свою известность. Я вам добавляю 20 секунд, Михаил Юрьевич. Если подразумевать под аль-Каидой террористическую организацию, что такое, где ее руководство, где ее структура, численность, вооружение, это всего лишь база данных. О чем мы говорим? Обычно мы подразумеваем фронт борьбы против иудеев и крестоносцев, организованный Бин Ладеном в 98-м году. Но это ведь конгломерат исламистских, террористических организаций. Там египетские две организации, одна пакистанская, одна бангладежская. Время и стекло. Можно я задам уточняющий вопрос? На ваш взгляд, кто стоит за Бин Ладеном? Вы говорите, организация. Какая? Кто? Кто не в смысле персонаж, а в смысле какая организация? В свое время за ним стояли именно спецслужбы Запада. Это правильно сказано. Но в 90-е годы, я считаю, он вел свою игру. Но стоит добавить, что фигура сама Бин Ладена, это уже стало хорошо раскрученной торговой маркой. Это лейбл. И многие террористические группировки именно стараются работать под этим лейблом, чтобы получить наемников из-за рубежа, получить своего рода известность. Сейчас, на ваш взгляд, за ним, я правильно вас понял, никто не стоит? Он уже сам по себе? А вот это большой вопрос. Кто за ним стоял в 2001 году? Кому на руку он играл самостоятельно или нет? Я считаю, здесь точки надо и ставить пока еще рано. Можно только предполагать. Спасибо, Михаил Юрьевич. Прошу вас, Владимир Михайлович, ваш вопрос свидетелю защиты. Михаил Юрьевич, а разве вот эта вот организация Аль-Каида, мы даже вообще говоря тут ни разу всем присутствующим не объяснили, что Аль-Каида это террористическая организация, которая возглавляет Бен Ладен, которая ставит перед собой задачу уничтожения неверных, неверных вообще, но не только неверных, а также наказания властителей арабского и исламского мира, которых они считают погрязшими в неисламском поведении. Разве не есть появление этой организации отражения очень серьезных процессов, которые происходят в исламском мире и в арабском мире особенно? Давайте возьмем арабские страны. Это же огромные производители нефти, это же страшно богатые государства. Саудовская Аравия, откуда сам Бен Ладен, Кадр, другие. А люди живущие там ничего не получают. И этот социальный протест, он и подпитывает появление этой организации. Социальный протест против собственных властителей и протест такой окрашенный в любезной тона против вот этого вот золотого миллиарда, как говорят, вот против белых людей, которые так преуспеют. Разве не в этом основы питающие, как вы правильно сказали, Аль-Каида теперь это как бы крышевая организация, под которую теперь подходит и в мире работает огромное количество разных террористических организаций. Разве не так? То, что вы сказали, это все действительно имеет место быть. И более того, все эти призывы содержались в фетвах Бен Ладена, которые издавались от имени фронта, вот этого вот международный исламский фронт борьбы против крестоносцев и иудеев. Мы идеем дело с конгломератом различных террористических организаций. Причем здесь агенты? Причем здесь тогда, извините, иностранные разведки? Давайте правде в глаза-то посмотрим. Если бы это управлялось какими-то агентами, иностранными державами, с этим можно было бы легко покончить. А покончить с этим не удается. Почему Бен Ладена не ловят? А как его там поймать? Вы меня извините, на территории Пакистана кто был, тот представляет себе эту территорию. Я договорю два слова. Северо-западные провинции, там правительственные войска получили право войти туда всего несколько лет назад. Там живут пуштуны. Они своих не выдают. Согласитесь, это агенты здесь при чем? При чем здесь разведки? Можно задать ответный вопрос. Мы имеем дело с такой опасностью чудовища. Риторически, да? Я бы хотел задать ответный вопрос. А хотел ли кто-то его поймать? Мне кажется, вся операция в Афганистане имела совершенно другие что-то. Я даже могу рассказать, если есть интерес, как происходила операция по его имени. Рассказывать не нужно, просто дайте короткий ответ. Она не увенчалась успехом ввиду бездарности спецслужб, что является таким распространенным явлением по всему миру. Спасибо. А, Леонид Михайлович, не уходите далеко. Да, нет, нет, нет. Ваш тезис, ваш свидетель. А можно ли мы для начала попросим показать доказательство номер один? Прошу вас доказательство обвинения. Как раз Бен Ладен, мы говорим. Давайте мы из первого источника посмотрим, что желает этот джентльмен. Из декларации джихада, изданной Бен Ладеном в августе 1996 года. Мусульмане страдают от несправедливости и злодеяний, исходящих от союза сионистов и крестоносцев и предателей, сотрудничающих с ними. Сейчас каждый род на аравийском полуострове обязан вести джихад и очистить нашу землю от этих оккупантов. Их богатство достанется тем, кто будет убивать их. Теперь, если можно, доказательство номер 9, оно принадлежит Перу, его ближайшего соратника Завахири. Следующее доказательство обвинения. Из книги Аймана Завахири «Рыцари под знаменем пророка». Растущая сила сплачивается под флагом джихада во имя Аллаха и действует вне рамок нового мирового порядка. Она свободна от прислужничества перед доминирующей Западной империей. Она обещает крушение и гибель новым крестоносцам, выступающим против стран ислама. Она готова мстить руководителям мирового сборища неверных Соединенных Штатов, России и Израиля. Я бы хотел обратиться к своему другому свидетелю Георгиевич Мирский, один из самых известных востоковедов, знаток арабского мира. Георгиевич, раз уж мы пошли по первоисточникам, а как сама Аль-Каида оценивает вообще, говоря, свою деятельность, теракт 11-й, а то мы за нее говорим. Есть такое арабское слово истишхад, корень тот же самый, что и у слова шахид, который все знают. Это значит самопожертвование, мученчество. Так вот, операция 11 сентября в Нью-Йорке, она называется у исламистов операция Манхэттен и считается жемчужиной истишхадной, высшим достижением. Эти люди герои. Но это было с самого начала. Отец Алятты, вот Мохаммед Алятты, это первый пилот, который свой самолет. Взорвал в первом небоскребе. Его отец сказал, если бы у меня еще был сын, я бы ему дал деньги, чтобы он опять ударил по американским небоскребам. Так вот, в течение всего последнего времени, каждый год, когда приближается годовщина, этих людей проразглашают героями и мучениками. Поэтому те люди, которые утверждают, что американцы сами себя взорвали, они оказываются в дурацком положении. Они пытаются отмазать Аль-Каиду, а Аль-Каида гордится этими людьми. Для них это герои, мученики из Тишхада. Вот в чем дело. Почему у нас люди так легковерные? Я разговаривал со студентами в высшей школе экономики. Они говорят, а вы знаете, вот мы слышали, что каждый этаж в этой башне, который взорвали, был заминирован. Я говорю, когда его заминировали? При строительстве 50 лет тому назад. Еще при Кеннеди, может быть, расчете на то, что через 60 лет придется воевать в Афганистане, и нужно будет взорвать это здание. Нет, конечно, это идиотизм. Завершается время. Когда, значит, уже в то время, то есть, когда Буш решил, что нужно захватить Афганистан, он вызывает к себе начальника ЦРУ и говорит, давно что-то мы не воевали, вот надо в Афганистан войти. А для этого давайте-ка взорвем. Самое ценное, что у нас есть вот этот небоскреб. Все берут под козырек, посылают людей, и среди бела дня минируют все десятки этажей. И никто этого не замечает. И прошло 10 лет, никто ничего не сказал. И взрывают своих людей, опять же, не ночью, а среди бела дня. Вот в чем глупость всех заявлений о том, что американцы сами себя взорвали, или кто-то еще. Георгий Георгиевич, можно вам уточняющий вопрос в этой связи? Я правильно вас понимаю, что вы воспринимаете фигуру Бен Ладена как все-таки олицетворение такого межцивилизационного конфликта в данном случае? Я много читал его высказывания. Он не говорит о цивилизации. Он говорит о другом. Ну, у него другая лексика, но тем не менее. Что Запад угрожает исламу, исламскому сообществу, что нужно бороться. В одной из его фетов прямо говорится. Каждый мусульманин должен убивать американцев и евреев. Я не думаю, чтобы он имел в виду именно цивилизацию. Он имеет в виду исламский мир, исламские ценности, которые, с его точки зрения, подвергаются смертельной угрозе со стороны Запада. Ведь что такое великий сатана, великий шайтан? Это не только агрессор и захватчик. Это великий соблазнитель. Вот что такое для них Америка. Западный мир, большой сатана, соблазнитель, который пытается размыть, уничтожить исламские ценности. Спасибо. И навязать свои аморальные ценности. И они не считают их христианами. Спасибо. Сейчас одно только слово. Тут иногда говорят о войне цивилизации, войне религии. Это совершенно неверно. Если бы спросить тех людей, которые сели за штурвал самолета и врезались в небоскребы, и спросить их, вы что, боитесь против христианской Америки? Они бы засмеялись. Для них Америка и Запад вообще не христианская, а безбожная и аморальная. Это не борьба ислама против христианства. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сунирован, прошу вас. Ваш вопрос свидетелю обвинения. Игорь Григорьевич, первый вопрос. Можно ли назвать нонсенсом все утверждения о том, что так же не бывает там, что люди в какой-то стране сами себя взрывают? Это всегда нонсенс? Что значит люди сами себя взрывают? Ну вот как так может быть, что какие-то спецслужбисты берут и сами себя взрывают? Я же сказал, что в это смешно поверить даже. Это всегда так. В это всегда смешно поверить. Я говорю, что точно так же. Вы можете найти людей, которые, как говорится, за бутылку вам докажут, что Сталин убил Ленина, что Хрущев убил Сталина. То есть чушь это собачья. Это более заговор, правильно? А то, что... Да? Я хочу добиться. В этом ваше утверждение. Да или нет? А то, что значит да или нет? Вы знаете... Сергей Иванович, вы так не считаете, как будто вы и есть тот человек, который готовится взорваться здесь. Сергей Иванович, я никогда не мешал вам высказываться так, как вы хотите. Фридрих Ниццов. Я сейчас, так сказать, посылаю некий эмоциональный сигнал, потому что мне не отвечают. А время идет. Вы говорите да или нет. Фридрих Ниццов в своей Заратустре написал, только на базаре пристают с вопросом да или нет. Вы это относите к вопросу о том... Вы это относите ко всем вопросам мироздания? Вы это относите к вопросу о наличии мессии? Только на базаре пристают с этим вопросом? Да не надо передергивать. Вы говорите о конкретной вещи, о взрыве зданий. Я вам говорю, что нелепо представить себе, что руководитель государства может совершить такую вещь ради какой-то экспедиции в какой-то Афганистан, точно так же, как нелепо было представить себе, что Путин дал команду совершать взрывы, чтобы войти в тюрьму. Так на мой вопрос. Кто взорвал на Пляса де ля Фонтана? Что вы имеете ввиду? Кто взорвал банк итальянцев на Пляса де ля Фонтана? А свои собственные террористы? Террористы? Итальянские. А вы читали архивы открытые Глаудио? Нет, не читал. Это взорвало СИСМЕ. А кто совершил в 2005 году взрывы в автобусах в Лондоне? А кто в электричке в Мадриде? Не знаю, потому что нет архивов. Есть, все есть, все известно. Но что такое итальянское, что такое... Все известно. Хорошо. Вот вам книга. Спасибо. Вот я принес. Я с ней обязательно знакомлюсь. Дайте мне ответить. Я специально принес эту книгу. Я не принес специально американскую книгу, хотя у меня есть много книг про Аль-Каиду. И в том числе самая последняя. Заставить про Аль-Каиду, Ридер. Я принес французскую книгу, которую я купил в Париже. Каунт Аль-Каида Паррель, Тимон Яждер Легли Баро. Это написано иранским автором Хос Рохаваром, который интервьюировал захваченных, арестованных французами, боевиков Аль-Каиды. И вот они все рассказывают здесь. И в таких книг масса. Поэтому говорить о том, что это какие-то силы инспирировали, тогда я вам скажу. Значит, англичане сами себя взорвали. Они знают, как взорвали англичане. Испанцы сами себя взорвали в Мадриде. Я не знаю этого. Марокканцы сами себя взорвали в Касабласке. Я не знаю, я знаю, что в Италии была стратегия напряженности. И что архивы открыты. Да или нет? Причем? Да, Италия это здесь причем? Господа, я заслушался. Спасибо, время и стекло давно уже. Мы прекращаем телевизионное голосование. Я не без удовольствия объявляю, что наши слушания на эту тему будут продолжены завтра. Одного дня нам недостаточно. Завтра слушания по теме «Бен Ладен. Террорист номер один или пешка в большой игре» будут продолжены в 21.00. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. У нас в России, как известно, прошлое непредсказуемо. Каждое время воспринимают прошлое по-своему. В эфире суд времени. В центре нашего внимания исторические события, персонажи, проблемы. Их связь с настоящим. У вас, нашей телевизионной аудитории, также будет возможность высказаться, то есть проголосовать. Такая же возможность будет у сидящих в зале. Сегодня второй день слушаний на тему «Бен Ладен. Террорист номер один или пешка в большой игре». У нас Усама Бен Ладен не пользуется такой мрачной славой, как в Соединенных Штатах, где был теракт 11 сентября. Планы «Бен Ладена», как о них пишут, действительно дают фантастикой создать объединенное исламское государство, включить в него около 50 стран Африки, Азии и Европы, в том числе Албанию, Боснию, Азербайджан, Казахстан, Киргизию, Таджикистан. Потом расширится на Северную и Южную Америку, Австралию, Гренландию. Северный Кавказ также не обойден его вниманием. Все это сделать к 2100 году. Итак, напоминаю, главный вопрос наших слушаний. Бен Ладен. Террорист номер один или пешка в большой игре? Мы запускаем голосование для нашей телевизионной аудитории. Номера телефонов на экране. Обвинитель на процессе. Писатель Леонид Млечин. Защитник на процессе, политолог. Президент Международного общественного фонда «Экспериментальный творческий центр» Сергей Кургинян. Сейчас прошу вывести на экран материалы по делу. Теракты 11 сентября 2001 года изменили ход мировой истории. После атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке международный терроризм был объявлен новой глобальной угрозой. Виновного в самом страшном теракте в мировой истории американские власти вычислили быстро. Организатором кровавой трагедии был назван Усама Бен Ладен, основатель террористической организации «Аль-Каида». Следы террориста номер один, как стали называть Бен Ладена мировые СМИ, обнаружились в Афганистане. Штаты немедленно вводят в эту страну войска. Его увлекают в конфликт десятки ранее нейтральных стран. По мнению экспертов, уже тогда фактически происходит легализация механизма международного политического давления со стороны американцев. После Афганистана начинается вторжение в Ирак. Сегодня угроза войны нависла над Ираном. Азарт, с которым администрация Джорджа Буша-младшего готовилась к этим операциям, позволила некоторым специалистам предположить, что американцы сами устроили взрывы 11 сентября. Однако пока время опровергает эту теорию. В Ираке и Афганистане до сих пор гремят взрывы. Едва ли не каждый день гибнут солдаты НАТО. Штаты тратят огромные средства на военные кампании, а желаемых результатов нет. Способна ли террористической организации слаборазвитой страны оказывать такое сопротивление международной коалиции? Или речь идет о полномасштабной войне исламского мира с капиталистическим Западом? И если это так, то кто на самом деле стоит за этой борьбой? Так, начинаем второй день слушаний. Вопрос к сторонам. Кому и зачем понадобилось 11 сентября? Пожалуйста, сторона обвинения. Леонид Михайлович, Ваше слово. АПЛОДИСМЕНТЫ Когда мы сталкиваемся с такими страшными терактами, нас берет отропь. И мы не можем понять, как это вообще стало возможным. Но, правда, у нас есть история терроризма. Когда захватили в 1972 году в Мюнхене, прямо во время Олимпиады, израильскую команду, и потом все убили. Это казалось невозможно. Как? В городе, в Мюнхене, в столице Баварии, запросто это произошло. Когда впервые захватили один за другим боевики из Народного фронта освобождения Палестины, три самолета, и посадили их в Иордании, в пустующий аэропорт, то же, как захватить самолеты, это стало возможным. И теракты, которые начинали, сначала убивали одного человека, потом несколько человек, убивали президентов, и, наконец, чудовищный теракт. Но, правда, возникает вопрос, а может быть, действительно за этим кто-то стоит? Так было и в 1972 году, и в 1973, и в другие годы. Я попрошу сейчас Георгиевича Амирского, доктора исторических наук, одной из самых выдающихся востоковедов, затака арабского мира, ответить на этот вопрос, так как он поставлен, да кому было нужно 11 сентября, то есть этот страшный теракт в Нью-Йорке. Эта загадка, которая, на самом деле, никакой загадкой не является, очень просто решается. Для этого нужно, прежде всего, понять, чего хочет эта организация в голове с Бен Ладном. Он, конечно, террорист номер один, но никакая не пешка, не значит, что он сидит там у себя в пещере и рассылает факсы, эсэмэски, тут взорвать, там взорвать, конечно, нет. Его собственные слова, сейчас привожу почти дословно. Советский Союз вторгся в Афганистан, и что мы сейчас видим? С помощью Аллаха сбросили советское знамя в мусорную яму, и не осталось ничего от Советского Союза. Мы покончили с мифом о сверхдержавах. Мы возьмемся за вторую сверхдержаву. Вот они взялись. Что они хотели этим терактом? Я не знаю, хотят ли они создать всемирные халифаты на всем мире, исламского государства создать, я в это не верю. Я думаю, что они хотели прийти к власти в таких ключевых странах, как Пакистан, Саудовская Аравия, Египет, а также и Ордания, поскольку она ограничит с Палестиной. Что для этого нужно было? Для этого нужно было, чтобы в этих странах произошли мощные народные движения, а может даже революции. И вот тут трехходовка такая. Аль-Каида взрывает башню. Совершенно ясно, что американцы отвечают. Ни один американский президент не мог бы поступить иначе. Ни один. Вот если бы Гор был избран вместо Буша, он бы не начал войну в Ираке, я уверен. Но в Афганистане, да, обязательно. Представляете, если бы у нас кто-то взорвал Кремль или там храм Христа Спасителя, и было известно, что где-то неподалеку есть страна, откуда пришли террористы. Разве мог какой-нибудь российский президент вот держаться от удара? Конечно нет. Бен Ладен прекрасно это рассчитал. Если можно, завершайте. Бен Ладен прекрасно рассчитал. Буш посылает войска туда. Они начинают войну в Афганистане. В чем он просчитался, Бен Ладен? Он думал, что эта война затянется на несколько месяцев. И каждый день по телевизору будут показывать окровавленные трупы убитых мусульманских женщин и детей. И тогда вот поднимется общественное мнение во всех мусульманских странах. Тогда они поднимутся против своих руководителей. Знаете, чего он не учел? Он не учел один фактор. Владимира Владимировича Путина, который дал понять руководителям Среднеазиатских республик, что им лучше бы предоставить аэродомы свои американцам, аэродромы. И американцы покончили с талибами и с аль-Каидой за три недели. И мусульманский мир не сумел, не успел раскачаться, раскачегариться. Понимаете? Так что в этом смысле Бен Ладен проиграл. Вот в чем был смысл. Спровоцировать американцев на удар с тем, чтобы это спровоцировало весь мусульманский мир на восстание против своих, как он говорит, нечестивых правителей. Спасибо. Спасибо, господин. Прошу вас, Сергей Иванович, ваш вопрос, свидетель обвинения. Скажите, пожалуйста, ну подумаешь, убили там футболистов, ну там захватили, ну угнали самолет, ну и так далее. Вот вся эта серия терактов, когда убивали, угоняли самолет и так далее. Прав ли я, что она кончалась тем, что убить находили или не находили. Но мировой процесс не менялся. Как вы понимаете, слова «менялся мировой процесс». Ну вот весь климат, мировой процесс. Вот вы считаете, что после 11 сентября мир изменился или нет? А вы считаете, нет? Во многом изменился. Изменился? Да. А когда угнали самолет, мир изменился? Да. Когда совершили теракт 11 сентября... Не-не-не, вот когда там угоняли какие-то отдельные самолеты... А, нет, это еще нет. Бывает какая-то качественная разница, понимаете, бывает вот барьер. Вот тут уже перемена, потому что все увидели, что существует впервые в истории человечества глобальная террористическая сеть. Сеть. Вот тут уже говорили правильно, что это не какая-то единая организация со штабом в виде Коминтерна. Ничего подобного. Это сеть. Я это все понимаю. Я хочу спросить только одно. Вот есть класс явлений, вот этих терактов и всего прочего, которые не меняют мир. И есть теракт, который изменил мир. Правильно? Правильно, согласен. Скажите, пожалуйста, он его изменил. В какую сторону? В сторону, которая была заметна уже в первый же день, когда президент Путин немедленно позвонил президенту Бушу и сказал «мы с вами». Почему он это сделал? Ведь многие его помощники и многие люди вокруг него, вся эта элита, они, конечно, были против. Они, я думаю, были шокированы тем, что Путин так позвонил. Почему? Потому что он-то понял, что мир изменяется. Мир изменился куда? Ну, Путин позвонил и так далее. Это такой бытовой язык политики. А на понятийном мире, да? Мир изменился в ту сторону, что людям, многим, далеко не всем, не тем, конечно, которые думали, что это американцы сами взорвали или какая-то сила там нет, а тем людям, которые осознали, что сейчас, может быть, одна из величайших опасностей для человечества, это не войны между государствами. Там эти времена в основном прошли, например, в Европе. А войны, которые будут вести неправительственные, негосударственные организации, психийные, анархические, вот это главное, что дело, я повторяю сколько раз тысячу раз, дело не в исламе. Я всегда делаю разницу между исламом и исламизмом. Исламисты составляют сотую часть одного процента мусульман, которые живут в мире. Сотую часть. Так что не в этом дело. Но то, что они могут совершать, и то, что особенно после Афганистана, а тем более после Ирака, их ряды пополнились невероятно. Масса людей ринулись в эти ячейки. Масса людей согласны были стать шахидами, пойти взрывать себя. Вот в этом смысле изменился мир, потому что появилось такое явление, как то, что называется, суицид бомбинг. Бомбы, взрывы, самоубийцы. Смерть появился не после этого, одиннадцатого сентября. В основном, в основном, после этого. Спасибо. То есть мир стал непредсказуемым и опасным, если я вас правильно понимаю, да, Георгий Ильич? Гораздо сложнее. Прошу вас, Сергей Ирландович, ваш тезис, ваш свидетель. На протяжении долгого времени нас учил жить господин Фукуяма. Фрэнсис Фукуяма был такой теоретик, да, который написал статью «Конец истории» и так далее и тому подобное. Это была идеологема глобализации. Всюду будет, как на Западе, так сказать, все будут жить по законам потребления и так далее. Как только произошли эти взрывы, выдвинулся на первую роль Самью Хантингтон с его идеей конфликта цивилизаций. Я не могу вам даже выразить, но поверьте, я это знаю, насколько оказался вдруг востребован этот тихий пожилой профессор. Все стали говорить только о конфликте цивилизаций. Только о конфликте цивилизаций. Вполне правомощна гипотеза, что тот, кто нанес удар и хотел, чтобы мир изменился в сторону конфликта цивилизаций. Это только гипотеза. Ее невозможно вот так доказать. Раз мир изменился туда, то те, кто это сделали, этого хотели. Но гипотеза такая вполне правомощна. Причинно-следственная связь. Я просто хотел спросить, Леонид Григорьевич Ивашов. Леонид Григорьевич, скажите, пожалуйста, имеет право на жизнь эта гипотеза? Или не имеет? Или это такая, так сказать, надутая конспирология? Нет, безусловно, конфликт цивилизаций, он присутствует давно, не сегодня возник. Это еще наш Николай Яковлевич Данилевский в конце 19-го столетия писал. Но другое дело, в какие формы этот конфликт, это противоборство, конкуренция, наконец, проявляется. И вот то, что мы сегодня видим. Да, конфликт цивилизации налицо. Мы видели, что происходило с сербами. То есть, конфликт был именно против православно-славянских. А Бен Ладен и Избегович, вы бы эту тему не прокомментировали? Вы знаете, и там, и там это ставленники Запада. Нет, а их прямые контакты? Ну, нет таких свидетельств, что у них прямые контакты были. А можно вы прокомментируете одно доказательство? Представители Аль-Каиды были и в Косове были... Доказательство защиты, пожалуйста, под номером 12. Из книги Збигнева-Бжезинского «Великая шахматная доска». Превосходство Америки и ее геостратегические интересы. Американцы с их демократическими инстинктами не допустят человеческих жертв и повышения военных расходов, необходимых для мобилизации империи. Однако, это препятствие можно преодолеть, если возникает серьезная и широко осознаваемая прямая внешняя угроза, подобная шоковому эффекту от удара Японии по Перл-Харбору. Это бы вы хотели прокомментировать? Конечно, прокомментировать. Я еще раз вернусь, что американцы после падения Советского Союза и мировой социалистической системы однозначно поставили перед собой цель построения однополярного мира, где американцы будут стоять во главе. Еще до 11 сентября серия была публикации, слушание даже в Конгрессе. И, вы знаете, были определены задачи и Пентагону, и Госдепу, где нужно было установить контроль над проливной зоной и Персидским заливом. Была поставлена задача получить безопасный доступ вот этому большому энергетическому эллипсу Ближний Восток, и Иранской Нагорье, Каспий. Эта задача стояла перед Госдепом. И, конечно, стояла задача в противодействии, называлась так она, исламскому экстремизму. И мы видим, что после 11 сентября практически все эти задачи были решены. Американцы поставили под контроль нефтяные поля Ирака. Ну, сегодня 49 компаний уже работают на Каспии, слава богу, без бомбардировки. Американцы вышли и дестабилизировали район вокруг Китая. Это Пакистан, это Афганистан. И бесконтрольно размещают там военные, военно-технические средства и так далее. Можно вопрос уточняющий, Леонид Григорьевич? Вот как раз по теме, которую мы сейчас обсуждаем, кому и зачем понадобилось 11 сентября. Вы сейчас упоминали, чего добились Штаты. Нефтяные поля, там Китай. Им зачем для этого был Бен Ладен-то нужен? Бен Ладен шарахнул 11 сентября по башням-близнецам. Он харизматическая фигура, красавец, почти двухметровый, говорят. Король бедных арабских улиц. Мы знаем, что Палестинская улица гуляла, когда 11 сентября она увидела удар по телевизору. Он кумир их. И зачем это американцам нужно, скажите мне? Я утверждаю, что Усама Бен Ладен никакого участия, может быть, косвенное, не принимал в акции 11 сентября. И даже первое его интервью, здесь многие помнят, где его спрашивают, это вы нанесли удар? Он перепуганный говорит, это Аллах покарал Америку. И потом уже второе подготовленное интервью, когда он берет как бы ответственность на Аль-Каиду. Отлично. Если вы считаете, что не он ударил 11 сентября по Штатам, какие его действия выгодны Штатам? Объясните мне. Выгодно его действия, которые Соединенные Штаты приказывают ему проводить. Он, по сути дела, оправдывает политическую стратегию Соединенных Штатов. Пример, можно какой-нибудь? Ну, например, что-нибудь, какая-нибудь его фетва или какое-нибудь действие, какой-нибудь теракт, который пошел бы на пользу Соединенных Штатов? Фетвы не идут. Ни в одном исламском государстве официальные власти и спецструктуры не поддерживают. Почему я в чему задаю вопрос? Потому что, как мне кажется, то, что он делает, идет на понижение мирового имиджа США в третьем мире. Ну, я бы... Враг нужен для оправдания человеческих жертв, мобилизации военных и иных расходов и так далее. И Бжезинский, обращая ваше внимание до истории с Бен Ладеном, говорит, что нужен новый Перл Хаббер. Я понял. Вы историк и хорошо понимаете, что он имеет в виду. Спасибо. Перл Хаббер это был повод для Рузвенка начать войну. Бжезинский как бы выводит американцев здесь за скобки. Американцы не позволят. Но я только хочу подчеркнуть одно. Мы все время говорим, вот если говорить, какую позицию мы защищаем. Мы не говорим Америка, не говорим, что господин Вашов это сказал. Мы говорим, система. В ней есть американцы, части американской элиты. Спасибо. Если хотите, могу их более точно... Но это не официальные власти. Нет. Вот как наши оппоненты говорили, что вот там вроде Буш вызвал, кому-то приказал. Я сейчас объясню одну вещь. Для того, чтобы попасть вот так в башенку, я разговаривал с техническими специалистами. Это примерно такой же шанс, как если я сейчас натяну нитку, и вы иголкой проткнете ее в середину. Значит, это надо тренировать. В Америке так тренировать нельзя. Америка сложная страна. Одни группы заложат других. Есть гипотезы по этому поводу. Есть, предположим, слова от биографа Бен Ладена, что Бен Ладен стал плох для американцев тогда, когда он отказался тренировать уйгурских террористов. Смысл этих слов понятен. Так кто все-таки? Или вы не готовы? Мы считаем, что это... Вот как кто делал пакистанскую бомбу? Только не Абдур Кадирхан. Это такая декоративная фигура. Пакистанскую бомбу делал консорциус спецслужб Пакистана, Саудовской Аравии. Еще ряда южных стран, как бы частей бывшего нашего Советского Союза и так далее. Это большой консорциум, большой проект. Вот. В таком же смысле делал это все консорциум. Ничего смешнее не слышу. Саудовская Аравия атомщиков вообще нет. То есть вообще, просто ни одного. Спасибо. А можно сколько угодно возмущаться? Мы спрашивали, кто это может быть. Мы здесь упоминали наркомафию. Это глобальная сеть с годовым оборотом по признанию департамента ООН. Оружие и террор. Оружие и террор, наркотики. Спасибо, господа. Заинтересованы они. Это транснациональные и американские те же нефтекомпании. Тем более на фоне вот кризиса ресурсного. Могут они участвовать косвенно? Не на официальном ручке. Спасибо, Владимир Владимирович. Могут торговцы, оружие, производители и так далее. Владимир Владимирович, прошу вас. Ваш вопрос свидетелю защиты. Ваша честь, вы выполнили мою функцию. Так замечательно расспросили генерала Ивашова, что его взгляд на вещи стал совершенно ясно. Я выполнял свою функцию. Я вам, наоборот, страшно благодарен за это. Я, может быть, очень смешливый от рождения, но я всерьез не могу обсуждать вопрос о том, что 11 сентября было результатом действия американских нефтекомпаний или что-то еще. Можно я в отведенное мне время задам вопрос замечательного Востоковина? А, Леонид Владимирович, нет, потому что у вас будет отдельное время для этого. Хорошо, хорошо. А сейчас перерыв. Короткий перерыв, после которого мы возобновим наше слушание. В эфире Суд Времени идет второй день слушаний. В центре нашего внимания Бен Ладен. Вопрос к сторонам. 11 сентября. Америка не доглядела или способствовала? Страна защиты. Прошу вас, Сергей Иванович. Америка – это безумно сложное понятие. И если бы национальная элита действовала как единое целое, то у меня бы язык не повернулся сказать, что вся Америка что-то сделала. Я просто знаю, что когда нужно было повернуть политический процесс в Италии, убили Альдо Мора, взрывали банки, взрывали поезда, теперь это все хорошо разобрано, и это было сделано самими итальянскими спецслужбами. Сначала говорили красные бригады, потом были процессы, обвинили СИСМИ, одну из разведок Италии, что они это взрывали, ради того, чтобы изменить настроение. А потом открылись сети Глаудио, и стало понятно, кто руководил СИСМИ. И это уже историческая информация, открытая, респектабельная, книги написаны, это уже есть. Теперь вопрос заключается в том, вот, предположим, ее бы не было, сказать, ну, как смешно, итальянцы, это что, способствовали или не доглядели? А теперь я хочу спросить, господин Сафарова, что вы считаете, все-таки способствовало тому, что произошла трагедия Америка, или не доглядела? Я совершенно уверен, что Америка, вполне возможно, что официально не доглядела, а это равносильно тому, что способствовало реализации этого проекта, поскольку это проект Соединенных Штатов. Президент Ахмадин Ижад еще лет пять тому назад предложил Бушу, Джорджу Бушу-младшему, в Нью-Йорке организовать публичные телевизионные дебаты с участием мировых средств массовой информации. 20 секунд, добавляю, время закончилось. И который готов был предоставить всему миру о реальных, конкретных доказательствах того, что это проект Соединенных Штатов, и это они способствовали реализации этого проекта. Это первое. Второе. Совершенно очевидно, что и Буш, Джорджу Буш-младший, и нынешний барак Обамы, вторично он предложил ему, тоже отказываются от такого публичного изучения и обсуждения этого вопроса. Во-первых... Раджав Сатарович, если можно, завершайте. Я считаю, что эта американская позиция заключается в том, чтобы способствовать и способствовала реализации этого проекта. Спасибо. Прошу вас, Владимир Михайлович, ваш вопрос свидетелю защиты. Раджав Сатарович, я правильно вас услышал? Вы сказали, что Соединенные Штаты не доглядели и, следовательно, способствовали. Правильно? Я вас услышал точно. Я считаю, что можно считать, что Соединенные Штаты, им очень хотелось официально не доглядеть эту ситуацию. Иначе говоря, спецслужбы Соединенных Штатов в кооперации с финансистами Саудской Аравии и разведки Пакистана, они совместно провели эту операцию. Иначе невозможно было бы именно в Америке, именно таким образом, с таким масштабным размахом, в одно и то же время осуществить такой тираж. Раджав Сатарович, скажите, пожалуйста, если к вам пришли бы сейчас люди и сказали, вы знаете что, на двоих красных интересов взорвать эту студию вместе с людьми. Вы пошли бы на это? Вот вы лично скажите, пожалуйста. Если я был бы заинтересован, пошел бы. О, благодарю вас. Там у меня больше нет вопросов. Так, Леонид Михайлович, вы можете задать вопрос вашему свидетелю, провести свой тезис. Спасибо большое. Если можно, Евгений Александрович Сатановский, известный специалист по Ближнему Востоку, директор института Ближнего Востока. Мы, собственно, продолжаем все время один и тот же вопрос. То, что произошло 11 сентября, было сделано террористами, или же это акция Соединенных Штатов, которые пошли на то, чтобы убить собственных людей. Ну, такой вот обычный у них дельцы. И даже есть, оказывается, люди, которые готовы то же самое сделать и у нас. Вот это для меня большое открытие. Ну, во-первых, у нас, безусловно, довольно... Я хочу сказать, что это все передергивание, превращающее научные дебаты в некую раздовидность доноса. Сергей Аркадьевич, у нас, безусловно, ненаучные дебаты, поскольку научные дебаты вообще не производятся ни на семинарах по терроризму. Там довольно редко говорят люди, занимающиеся терроризмом. А истина? Поэтому, а истина... Веселие или истина? Сейчас будет. Истина, да? Истина состоит в том, что, безусловно, генерал Ивашов и Збигнев-Бжезинский где-то близнецы-братья. И я надеюсь, Леониду Григорьевичу так же интересна была Советская империя, как Збигневу и Бжезинску интересна была Американская. И сходить при этом, что Ивашов хотел бы для этого взорвать Кремль, а Бжезинский, говоря о том, что катастрофа, если произойдет, то тогда вот и будет, готовил взрыв близнецов, ну, разведу руками. Знаете, мы все умрем, заявляя об этом вам официально. Значит, не значит, что я хочу, чтобы мы это сделали прямо сейчас и в этой аудитории. Не доглядели или сделали специально? Не доглядели. Мы недооценили, вложив деньги в исламистов в борьбе с дряхлевшим и давно вистернизированным, и готовым на раздел сфер влияния с Советским Союзом, сделали самую большую глупость, которую могли в современной истории. Но не в первый исторический раз. Я рад, что Сергей Ирванович все знает про итальянский терроризм. Я понимаю, что селедка – рыба, но не каждая рыба – селедка. И не каждый теракт происходит по итальянской модели. А то, что мы говорим об этом так упорно, возвращаясь к не имеющему отношения к случаю европейского терроризма, заставляет задать вопрос. Коллеги, вы кого прикрываете, отводя наше внимание от реальных виновников событий? То, что, вкладывая деньги, вкладывая оружие, вкладывая технологии в людей с сознанием, ну, 14-го или 15-го века. С людей, которые ненавидели Америку просто потому, что она была Америкой. И, кстати, ненавидели и христиан уж тоже. Как это всегда происходит в радикальном исламистском или исламском, как хотите, мире. Американцы… В исламистском, конечно. В исламистском. Ага. Ну, давайте будем политкорректными. Давайте будем. Обязательно будем политкорректными. Поэтому скажу, что сегодня… Давайте не будем, потому что сегодня в исламском мире те радикальные исламисты или радикальные мусульмане, или политические радикалы, как хотите их называйте, берут власть. И уничтожают любых несогласных с ними мусульман. И не только лидеров, но и людей, живущих на соседнем улице. По принципам джихилия, по принципам неверия, сегодня идет великая резня борьба за власть в этом самом исламском мире. Борьба за то, чтобы он вернулся ко временам 12-го века. Ибн Таймини. Время завершилось. И удар по Америке был необходим именно для того, чтобы это была победа. И сейчас выводы из Ирака американских войск. Будет такой же победой. И сейчас, если появится мечеть на Ground Zero, которой Обама уже сказал «да», то она будет памятником победы Бен Ладена и победы Аль-Каида над Америкой. И американская демократия достаточно беспомощна, чтобы это съесть. Как, впрочем, и 11 сентября. Спасибо. Прошу вас, Сергей Ирманович, ваш вопрос к свидетелю обвинения. Ну вот говорится, что, вы знаете, так никогда не бывает. Никогда. Ну это все чушь. Ахинея. Говорят, простите, ну вот в Италии это было. А зачем вы нас уводите в Италию? Почему вы наводите тень на плетень? Мы говорим... А просто как вы прикрываете, я сказал это? Что? Да усаму прикрываете, дорогие. Отмываете. Может быть, действительно защищаете. Мы не защищаем усаму Бен Ладена. Я считаю, что Усама Бадлада очень крупная фигура. Человек в этом смысле адский и почти гениальный. Но это совершенно не значит, что он является героем-одиночкой. Он является частью мощнейшей системы. И эта система угрожает миру. И до тех пор, пока мы не начнем разбираться с этой системой и ее проектами, а проекты у нее по переустройству глубокому миру, по сбросу большей части мира в новое средневековье. Вот пока мы не поймем, зачем нужен этот радикальный ислам и кому, и что за мыслено мы будем беспомощны перед этими людьми. Мы ничего не сможем с ними сделать, как ничего не смогли сделать за эти 10 лет. Вот в книге Даниела Йоргена добыча показана, как взрывают, уничтожают, организуют конфликты ради того, чтобы перекрыть трубопроводы. Если бы эти картины трубопроводов и терактов соотнеслись, там бы была сомнительная картина. Это академическая книга. Она имеет высочайший статус. Введено понятие финансовая война. Скажите, пожалуйста, все эти уже реальные, респектабельные данные, так в какой же примитив это все надо ввести? Или, как говорил принц Гамлет, смотрите же, с какой грязью вы меня смешали. Сергей Ирванович, что бы я ни сказал вам обидного, я прошу вас по-человечески прощения. Вы прелестно сказали. Именно сейчас не прелестно скажу следующее. Исходя из того, что вы прочли и эту книгу тоже, ну я рад, что вы опираетесь на нее. Но, к сожалению, я позволяю себе опираться на несколько сотен профессионалов, в том числе и стран Ближнего Востока, которые, если вы посмотрите не только эту книгу или итальянский опыт, но, например, сайт Института Ближнего Востока, дают в ежедневном режиме оперативную информацию. И поэтому мистические мегакорпорации, занимающиеся оружием, а также наркотиком, а также терроризмом, которые стоят за всем этим, это, простите, из древних фантастических легенд. Когда мы говорим о конкретике, давайте говорить о ней. Когда мы говорим о мистике, вы открываете дорогу Бен Ладену, и вы открываете дорогу таким, как он, потому что вместо того, чтобы бороться с этими людьми, начинаются сказки. В конечный период Советского Союза, который вы, несомненно, помните, мы занимались поконей за этими сказками. Мы занимались чёрт знает чем. Игорь Ильич, прошу прощения, текст произнесён, он понятен. Мороз прошёл по моей коже. Я только хочу сказать, что... Будьте предельно кратки, потому что давно кончилось время. Я буду предельно кратко сказать, что я не буду так подробно рекламировать мою организацию, она достаточно известна, является ассоциированным членом ООН, и у нас выходит книга сейчас по радикальному исламу с довольно высокими фигурами из Индии. Поэтому разговор о том, что у одного есть организация, она гениальная, а другой лох из подворотни, это очень дурной тон. Спасибо. Так, состоялся обмен личными мнениями. Сейчас, после небольшого перерыва, мы продолжим и завершим наше слушание. В эфире Суд Времени. Завершаем второй, последний день слушаний по теме Бен Ладен. Террорист номер один или пешка в большой игре. Последний вопрос сторонам. Как отразилось 11 сентября на мировых процессах? Прошу вас, сторона обвинения, Леонид Михайлович. Если можно, я попрошу обоих свидетелей по минуте ответить на этот вопрос. Сейчас, когда была жара в Москве, один мой приятель поехал в загород далеко, и вот в деревне он разговаривал со старушкой, бывшей колхозницей, которая сказала, наверняка это американцы сделали у нас такую жару. Он говорит, как они могли? А как в свое время они колорадских жуков забросили? Не так давно был опрос какой-то части населения... Обратите внимание, Леонид Михайлович, в зале смеха нет. Я обращу ваше внимание вот на что, что был, значит... Я в нашем месте сам посмеялся. Был опрос людей, которых спросили, а вы не исключаете того, что американцы специально завезли СПИД в нашу страну, чтобы травить русский народ? И около 30% сказали, что они это не исключают. Почему я это говорю? Вроде бы вопрос заодно другой. Как отразилось? Вот так это отразилось. Людям в течение 10 лет после вот этого взрыва, людям промывают мозги и вешают, как говорится, лапшу на уши. Все время доказываем, что все, что плохое происходит в мире, это все виноваты американцы. Как раз вот этот взрыв используется многими нашими политологами, и депутатами, и журналистами, для того, чтобы разжечь вот этот антиамериканизм. Причем люди не понимают, что это отравляет мораль, это отравляет население. Потому что ненависть, ксенофобия, ненависть к кавказцам, ненависть к американцам, она приведет к тому, что люди и друг друга будут ненавидеть все больше и больше. Вот. Спасибо. Да. Что произошло в мире после 11 сентября? Явными стали те процессы, которые в Европе и в других частях света шли в прошлом веке. Они в конечном счете приведут к тому, что в значительном числе исламских стран в Египте, наверное, первым после Мубарака, а в Газии уже, пока не страна, а территория власть, возьмут радикальные исламисты, люди с идеями Бен Ладена войдут в правительство. И потом, как показывает опыт, наш опыт, в том числе советский опыт, за который мы заплатили, вообще-то, десятками миллионов собственной жизни, пройдет эдак лет 70-80, три поколения. Пока это все утрясется, и тогда начнется следующая большая геополитическая катастрофа, мировая, которая пойдет уже из Африки, где соответствующие процессы начинаются. Поэтому 11 сентября стало ясно, нас ждут войны, нас ждут революции, нас ждут масштабные теракты, нас ждут они везде, в том числе и в нашей стране. Это будет примерно три поколения. Расслабляться здесь бессмысленно. И вопрос о том, понимаем или не понимаем мы, кто враг и как с ним бороться. Или по-прежнему боремся с ветряными мельницами. Два раза страну за 100 лет потеряли, никто не хочет в борьбе с ветряными мельницами сделать третий шаг после 17-го и 91-го года. Давайте поймем, что часы тикают. А сумеем понять или нет? Ну развожу руками. 11 сентября был сигнал для нас. Спасибо. Прошу вас, Сергей Иванович, вопрос свидетелям. Два основных отличия науки от пропаганды, не от шоу, а от пропаганды, заключаются в том, что в науке рассматриваются гипотезы. И если до сих пор нет окончательных ответов на вопросы, то научная мысль не имеет права не рассматривать все гипотезы. И никто не обладает монополией на истину. И вторая черта пропаганды. Гипотезы, которые кажутся неудобными, мне не очень понятно почему, но кажутся, объявляются, так сказать, идеологически вредными. Вот это и все и есть пропаганда, от которой надо, с моей точки зрения, отказаться, но это моя личная точка зрения. Теперь скажите, пожалуйста, у вашего института нет оценок того, есть ли бы, вот моделей математических, есть ли бы кто-то обладал инсайдерской информацией об этом взрыве и знал бы, какие акции взлетят и какие упадут, то этот кто-то, какой доход получил бы в течение месяца? Сергей Ирванович... Ну да или нет, если можно. Сергей Ирванович, понимаете, я говорю вам о практическом понимании, не о биржевых котировках, кто что заработал, а о том, кто где сидит, какой у него бюджет, кто и как, по каким каналам, чего, куда переправляет. Ну можно сказать, что я удовлетворен этим. А вопросы о том, кто что зарабатывает, меня, честно говоря, не интересует, опять же, потому... Сергей Ирванович, вас не интересует, потому что, ну кому хочется мистикой заниматься... Ну, на самом деле, ответ получен, вы можете прервать отвечающего гостя, сказать спасибо за наш следующий вопрос. Я хочу спросить еще одну вещь. Сколько процентов роста производства героина и объема цен произошло после ввода американских войск в Афганистан? Дорогой Сергей Ирванович, объем цен не растет. Растет доход совокупный. Объем цен, простите, за пределами экономики. Насколько выросли цены на героин? Вы не поняли, да? Вы не поняли, да? Речь идет о тысячах процентов роста производства. Буквально 15-20 секунд на ответ, все, после этого прервались. Сегодня примерно известно, что действительно известно, что 12 примерно объемов мирового потребления героина хранится на складах в Афганистане. Известно, что талибы, которые в первый приход своей власти боролись с наркотиками, в частности, по взаимодействию с пакистанцами и саудовцами, сегодня, напротив, их развивают. И беспомощность наших американских коллег, а также чрезвычайные опасения ввязываться в эту борьбу, не дают им ничего там сделать. Но говорить о том, что некая закулиса специально превратила Афганистан в ту нарко-квазидемократию, которой он является, развожу руками. Я сказал что-нибудь такое? Нет, нет, этого не говорилось. Да, вот этого не говорилось. А то сразу наручники. Так, прошу вас, Сергей Иванович, ваш тезис, ваш свидетель. Беда состоит в том, что спрос на конспирологию чудовищный, потому что все понимают, что дешевыми сказками является официальная информация о зловещем усаме, семью которого президент Буш вывозил соответствующим образом сразу после теракта, как вы знаете. Все этому не верят. Рынок гудит. Он заполнен туфтой, полуинформацией, безумием, конспирологией. Поэтому, если сейчас не начать обсуждать эту тему серьезно и по-настоящему, а отделываться ухмылками и отказами отвечать, то завтра это будет захвачено самыми безумными теориями заговора. А теперь я бы хотел спросить господина Крысина Михаила Юрьевича. Скажите, пожалуйста, Михаил Юрьевич, мы первый раз встретились, вы написали замечательную книгу. Что вы думаете по поводу вот этих изменений мира? Я бы привел несколько фактов просто как информация к размышлению, чтобы было видно, кто именно чего добился и, соответственно, кому были выгодны эти теракты. Вот уже было сказано о том, что выгодно было и исламистам, но точно так же выгодно было и Америке. Вторжение в Афганистан обсуждалось в подкомитете по делам Азии и Тихоокеанского региона еще при Клинтоне в 97-м году. Компания Юнокал планировала нефтепровод для туркменской нефти и газа через Пакистан и Афганистан. Но из-за Исмаил Хана, губернатора Гератской провинции, там проект этот очень скоро накрылся. Почему военные действия, возможно, тоже с тех пор велись достаточно вяло и ограничивались только вот такими операциями? Я не думаю, что целью вторжения в Афганистан была поимка Бен Ладена. Почему сам Бен Ладен исчез с политической сцены, хотя мог бы делать дивиденды на том, что он имел на своей известности, на своей базе данных? Я думаю, все очевидно. Спасибо. Прошу вас, можете задать вопрос свидетелю. Вы меня смутили, сказав, что надо смотреть, кому выгодно. Знаете, кому выгоднее всех было вторжение американских войск в Ирак? Ирану. Соседнему Ирану. Потому что исчез самый главный и самый опасный противник Ирана. Но если вы скажете, что это Иран подкупил американского президента, чтобы послали войска в Ирак, и сверли Саддама Хусейна, я с вами не соглашусь. Ну, пожалуйста, давайте посмотрим все-таки практично. Ну что выиграли американцы от вторжения в Афганистан? Ну скажите мне, потери, огромные деньги, неприятности, что они выиграли? Это действительно оказалось просчетом. Насчет Афганистана, о чем я уже сказал. Что люди ничего не выиграют. А что касается Ирана, я с вами категорически не соглашусь, потому что Иран оказался в окружении. Какого? В окружении кого? И получил гораздо более опасного соседа. В окружении кого? Какого соседа? В Соединенные Штаты. В Соединенные Штаты никак не сосед Ирана, вы меня извините, в Яграх. Американские войска сейчас уйдут из Ирака, и Иран остается крупнейшей державой. То есть можно смело было бы сказать, что это ему выгодно. Но мы же с вами не будем этого говорить, правда? Спасибо большое. Ну, каждый присвоенный мнение остается. Сейчас мы завершаем наше слушание. И я предоставляю заключительное слово обеим сторонам. Прошу вас, Сергей Ирвандович, сторона защиты. В любом процессе, при любом обвинении, первое, о чем спрашивают, это мотив. Говорят, вот вы его обвиняете, у него мотив есть. Зачем он это совершил? Если мотива нет, нет ничего. Дальше, после мотива, начинают анализировать все остальное. Заявления, логику шагов, алгоритмы, движения, выгоды. Героин, который, так сказать, возрос в Афганистане, и который не может не быть бесконтрольным, ибо в бесконтрольную наркомафию, я лично не верю, стоит около триллиона долларов. Люди заработали на всем происходящем чудовищные деньги. Я никогда не говорил, и не собираюсь говорить, что это сделала Америка. И что люди, которые играют в эту адскую глобальную игру, так сказать, играют и ради интересов Америки. Я только хочу сказать, что силы, которые это организовали, огромные. Они беспощадно продолжают свою игру. Их можно остановить. Никакой фатальности в этом нет. Но только, когда мы познаем их природу, конкретно, сухо и в деталях, у нас появится крохотный шанс избежать беды, которая нависает над человечеством. А до тех пор, пока мы будем прятаться за декоративного Усаму, который, ну, хулиганил, избежал в пещеру Торобора или неизвестно куда, у нас не будет никакого шанса. Вы его называли сегодня достаточно крупной фигурой. Крупная фигура, но никакая одиночка в этом процессе вообще ничего не может. Это смешно. Но это смешно абсолютно. Идет глобальный процесс, в котором холодно меняют константы мира. Бен Ладен это человек, который не хочет, чтобы мир шел в модернизацию. Бен Ладен это человек, который единственный после Гитлера, никакие коммунисты этого не делали, сказал, что прогресс и гуманизм это шайтан. Что модернизация это мерзость. Что надо вернуться в средневековье. И в этом смысле он очень интересен для тех, кто реально хочет вернуть большую часть человечества туда. Вот что такое Бен Ладен как феномен. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Когда большевики приходили в нашей стране к власти в 17-м году, рассказывали, что они куплены немцами. И что они исполняют решения немецкого генерального штаба. И если так представить себе, что же мы за народ, который можно купить за какие-то немецкие деньги. И кто так думал, тот не понимал существа процессов, которые происходили в нашей стране. И не понимал, каким образом большевики победили. Почему они выиграли гражданскую войну, почему они столько десятилетий управляли нашей страной. И сейчас то же самое практически. И тот, кто думает и кто говорит, что АПЛОДИСМЕНТЫ никакого нет, или что он не причастен, а что это какие-то секретные структуры, системы, спецслужбы или еще что-то. Те не понимают и не хотят дать возможность нам понять серьезность происходящих процессов. И если ты представляешь, что это какие-то спецслужбы, то она не о чем беспокоится. Тогда не надо интересоваться тем, что происходит в исламском мире. А между прочим, у нас в стране тоже немало исламское население. У нас на Северном Кавказе есть проблемы. К нам приезжают террористы в Москву и взрывают у нас станции метро. Это серьезное явление, которое надо понимать во всей сложности. И наша сторона на протяжении двух дней процесса пыталась рассказать о том, что на самом деле представляет собой Бен Ладен, который возглавил уникальную на сегодняшний день сетевую террористическую сеть, которая добилась чудовищного успеха. Пытались рассказать о том, каковы процессы происходят на Ближнем Востоке. И мне кажется, что только здравый взгляд, лишенный всего этого безумия, позволяет нам понять, что происходит и что нам нужно делать. Спасибо вам. Спасибо. Мы прекращаем телевизионное голосование. И я прошу голосовать зрителей в нашем зале. Напоминаю вопрос. Бен Ладен. Террорист номер один или пешка в большой игре? Ну, пожалуйста, берите пульты. Кнопка номер один. Террорист номер один. А кнопка номер два. Пешка в большой игре. Пожалуйста, выведите на экран результаты голосования в зале. Террорист номер один. 57% в зале. Пешка в большой игре. 43% в зале. Сейчас короткий перерыв, после которого мы объявим результаты телевизионного голосования. В мире давно нет ничего нового. Нет ничего оригинального и в декларациях Усамы Бен Ладена. Редовые претензии на мировое господство. Когда кому-то в очередной раз приходит такая идея, она обязательно красиво упаковывается. Многие ведутся на нее. И даже жертвуют собой. Часто мы знаем, такие идеи носят антизападный характер. Вот и Бен Ладен говорит. Всемирный исламский халифат будет поддерживать торговые отношения с Западом и заимствовать высокие технологии. Но заимствование иудейских и христианских ценностей, а также демократического образа жизни будет строжайше запрещено. В общем, ничего нового. Это мое личное мнение. А сейчас, пожалуйста, оголосите результаты телевизионного голосования. Результаты голосования страны вы видите на экранах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова